друзья приветствую под вчерашним видео про смесь ваших свежих масел значит меня спрашивали в комментарии по поводу линеек давайте расскажу сейчас что с линейками значит вот такой с помощью николая из краснодара приобрел я 3d принтер это фотополимерный принтер тут принцип такой же как стоматологии пломбы делают когда мягкий материал смолу отвердевают с помощью ультрафиолета здесь тоже самое принтер позволяет этот более высокую частоту точно сделать как бы используется в стоматологии делают протезы там ювелирки и прочее такое обычно они намного меньше это такой мастодонт на рынке как бы у него очень большая область печати вот видите да здесь 40 сантиметров это практически не бывает такого то есть они максимум где-то там 20-25 может быть максимум здесь ультрафиолетовый экран 4k сюда наливается смола ну и платформа поднимается и послойно печатает для понимания значит вот здесь полторы примерно тысячи слоев то есть печатает где-то по моему в районе толщины половины человеческого волоса ну где-то 40 микрон вот приобретал именно вот с таким большим полем сейчас я смотрел они где-то 210 тысяч стоит такой принтер чтобы печатать полностью линейку первым первая проба была вот такая на обычном принтере с трудом поместили и то она из двух частей вот здесь она по стыку формочка и сама линейка из двух частей состоит вот здесь если видно можете посмотреть там два штифта значит это максимально ее возможно укоротили вот по шероховатости здесь немножко обработано шкуркой вот нормально да сверху не обработано слышно до шероховатость чуть-чуть он даже остается ноготь или что такое вот значит вот первая была и все равно вот здесь немножко она плыла форма чуть расплывалась вот приобрела этот принтер и решили полностью печатать первое полностью не получилось что-то ее вело поэтому решили печатать из двух частей формочку отдельно эту отдельно но даже в таком варианте посмотрите как она расплывается она неровная она вот так неровная то есть как инструмент это простите ерунда полная вот здесь по моему без обработки слышно до шероховатость надо просто обработку здесь уже делали работу над ошибками здесь сделали специальные канавки чтобы они не мешали самое главное что масло спокойно протекала здесь она в одной плоскости сделанных пол полностью вся канавка значит по времени очень долго и текло по посчитали что это прозрачная смола с красителем посчитали что это из-за прозрачности то есть коэффициент преломления такой начали прозрачная долго дольше отвердевает поэтому заказали такую слоновую кость смолу попробовали печатать на ней но честно говоря ничего это не изменило также плывет также долго здесь вообще трещина какая-то шероховатость также человек тут кучу этих делал под поддержек они шероховатых надо еще обрабатывать ну тоже это не годится качественно это первый вариант такой же второй ну и ерунда не годится не получается но основная конечно проблема на мой взгляд это золотые руки мастера которые растут простите из жопы вот я думаю что это основная проблема была поэтому у меня есть предложение для зрителей подписчиков из питера кто разбирается в этой истории у кого есть время и желание значит можем попробовать совместно поэкспериментировать еще принтер есть смолу купим там спирт и купим что надо ну необходимое там вот можем поэкспериментировать если получится как-то по-другому печатал я вот так чтобы канавки были гладкие максимально может быть стоит на самом деле попробовать вот так печатать вниз головой и потом чуть пост обработку делать на канала вот если у кого-то есть желание возможность пишите предложение сделаем полезное для многих очень полезное на мой взгляд дело ну и естественно что немаловажно в наше время подзаработаем чуть-чуть вот такая картина с линейками с принтерами совсем совсем со всей истории еще альтернатива принтеру есть остается наиболее конечно правильное решение это пресс-форма но пресс-форма стоит каких-то негуманных денег делает этом полгода вот дорого пресс-форма стоит я присоединялся что-то мне объявляли там порядка 600 тысяч рублей вот такая история благодарю всех за просмотр всем удачи пока